Как земля без дождя, так человек и его душа без Духа Святаго. Какова земля без дождя? Она сухая, безжизненная, не может приносить плода. Вот так и душа человека, которая не просвещена и не освещена благодатью Святаго Духа. Благодать Святаго Духа дает человеку не только радость, не только силу, но и возможность совершать добрые дела. Раньше люди без благодати Духа Святаго даже не знали, зачем это помогать другим. Нужно жить для себя, нужно устраивать только свою жизнь, нужно заботиться только о себе, чтобы позаботиться о другом. Зачем? Вот в таком мире жили люди, которые забыли о Боге, о его нравственном законе. И стоит человеку просветиться благодатью Духа Святаго. Стоит благодать и коснуться души человека, как он начинает замечать не только свои нужды, но и нужды других людей. Он начинает заботиться о них, он начинает им помогать. В нем проявляются те дары Духа Святаго, которые описал в послании святой апостол Павел. В нем начинает проявляться любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И этот человек уже живет благодатной жизнью. Он уже воздерживается от греха. Он уже не старается идти туда, где получал телесные наслаждения, а идет туда, где укрепляется вера. А через воздержание приобретает кротость. Вера помогает человеку благотворить, ощущать благостность на душе своей. А через это возвышаться еще выше. Радоваться. Радоваться от того, что не сам приобрел, а другому помог. Радоваться от того, что другому стало хорошо, потому что ты немножечко от себя отделил, а другому позаботился. И это и есть дары Духа Святаго в человеке. Пока человек этого не ощутит, он живет для себя. Он старается выстроить свою жизнь в отношении своего личностного роста. Он еще хочет свою гордыню, себя любви, тщеслави, еще больше в себе возрастить. То есть сухая земля хотела бы стать горой. Сухой, бесплодной, безжизненной горой. Но стоит и эту гору оросить дождю, как на ней зеленеет трава. Вот стоит и таких людей, которые думали только о себе оросить благодать и Духа Божия, кто-то за этого человека помолится. Да и сам Господь посетит этого человека скорбями, полезнями, родных и близких. Как в нем начинает в его сухой душе прорастать плод любви, радости, веры, надежды. И он чувствует, что оказывается, вот это и есть настоящая жизнь. А то, что было до этого, это было существование сухой, безжизненной почвы. Вот, дорогие братья и сестры, сегодня в праздник Святой Живоначальной Троицы, когда на апостолов сошел Дух Святой, и мы с вами помолимся, чтобы Господь пришел и к нам, и спас нас, и исцелил нас от всякие скверны. Будем помнить, что когда мы имеем желание не только о себе заботиться, а о других, в нас живет Дух Святой. А когда пожелаем жить только для себя, то благодать Духа Святаго нас оставляет. Вот какой простой вывод мы должны сделать сегодня в праздник сошествия Духа Святаго на апостолов. Я хочу пожелать всем нам благодати Духа Святаго, вся немощная врачующая и вся оскудевающая восполняющая. Не будем бесплотной высохшей землей, а постараемся, орошенной благодатью Духа Святаго, приносить свой посильный плод, каждый, кто сколько может. Вот тогда и в нас прорастет благодать Духа Святаго и принесет свои плоды. Одна в тридцать, иное в шестьдесят, а иное и во сто крат больше посеянного. Что хотелось бы посоветовать всем нам вынести сегодня с этого великого вселенского торжества. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и Дух прав, обнови воутрови моей. С праздником, дорогие! С Днем Святой Живоначальной Троицы! Аминь! С Днем Святого Живоначальной Троицы!